Писюк, но даже про дизлайки, народ. Короче, если раньше... Ну, вот блогеры говорят типа «Ой, бля, дизлайки ставят только школьники, мне на них насрать, это всё хуйня». Знаем мы таких блогеров, которые потом сами бегут ставить другим блогерам дизлайки. Если это, конечно, всё голимый пиздёж, дизлайки, они, ну, все на это смотрят, все следят, много кому не похуй, но я думаю, вот прям люто похуй, только очень популярным чувакам, ну, типа они там сами себе могут дизлайк ради прикола поставить, или если просмотров дохуя, и вообще это вот, ну, никак, ничего ты вот не сделаешь. То есть вот там, ну, какой-нибудь Обломов ему, наверное, вообще до пизды, абсолютно реально. То есть уже там спустя кучу лет на ютубе. Я сейчас, знаете, вот себя поймал на какой мысли. Вот я вижу кучу дизлайков, и меня это типа не то, что бесит, что ой, вот, блядь, вы дебилы, нихуя не поняли, что я сказал, мои гениальные мысли, блядь, всё прослушали, какие-то опять олигофренды набежали, блядь, конченые, вонючие козлы. Нет, для меня это сейчас значит, что моё видео посмотрели не мои подписчики, и я этому радуюсь, потому что мои подписчики смотрят мою хуйню, поставили свои там 30 лайков, один хейтер поставит там один диз, и всё. И типа ничего страшного, то есть, ну, это обычное дело, значит, просто видео посмотрели, ну, более-менее моя аудитория, кто-то, кто смотрит не всё, а выборочно, кто-то, кто смотрит всё, есть, может быть, лютые прям чуваки. То есть, ну, если у меня даже на каждом говне есть, прям на самом лютом видосе, на самом вообще никакущем есть, там, 30 просмотров, ну, наверное, вот есть типа 30 вот этих вот супер вообще бешеных людей, и моё почтение, вот, где-то 10 просмотров, ну, в общем, вот так. Суть в том, что всё равно клёво, что есть даже вот такие чуваки. Ну, нормально. А если на видео дизы, если это гитарный ютюб, то мне, я прям вообще, то есть, ну, мне абсолютно похуй. Я знаю, что это все уже забаненные, сгоревшие, то есть, абсолютно бесполезные в плане каких-то споров, доказательств общения и прочей хуйни люди. Я вообще, чем чаще я вступаю в какие-то споры с какими-то людьми, тем больше я понимаю, что нет смысла пытаться переспорить дебилов вообще никогда. Единственный смысл — это участвовать в каких-то срачах, спорах, это привлекать, как бы, к себе внимание и, ну, скажем, консолидироваться с людьми, близкими к тебе по духу. То есть, если ты, например, как ютюбер, то ты собираешь вокруг себя свою аудиторию. А если ты зритель, ты собираешься вокруг того, кто близок тебе по духу, и там твои единомышленники, и вы вместе тусите, общаетесь, и вам здорово и весело. Если, например, это срач, не знаю, в комментариях там какой-нибудь ВКонтакте, ну, то есть, опять же, я недавно участвовал в веселом срачу, вот, и это, ну, типа, вот не ради того, чтобы переубеждать олигофренов, а ради того, чтобы хоть немножко, типа, вот, дать сигнал, что, типа, там, не знаю, вы не одни, блядь, те, кто считает по-другому, или, типа, вот он, я, я тоже, вот. То есть, вот, только ради этого, а именно сраться, именно реально пытаться доказать, переспорить, говорить, что как ты смеешь так думать, ты мудак, к сожалению, бессмысленно, к сожалению, практически бесполезно. Вот. Но суть видео в том, что вот дизлайки для меня в гитарном ютюбе точно, а если другую какую-то хуйню снял, ну, типа, снял реакцию, там, на какого-нибудь говно-рэпера, и там дизы. Отлично. То есть, я сам знаю, что моя реакция охуенная, что я, блядь, гений, музыкальный критик, просто топовый абсолютно. Мне деньги, блядь, заплатили, мне вообще похуй, мне, блядь, заплатили за реакцию. Мне больше никакие доказательства не нужны на тему того, что я все делаю правильно и я крут. Мне платят за это. Это не лайки, это не мама похвалила, это не друзья, это не, это мне платят деньгами. Все, мне абсолютно похуй. Но, видя дизлайки, я просто, то есть, делаю вывод, что, о, отлично, значит, видос пошел в рекоменды. Все. Вот такой видос. Спасибо. Спасибо.